Что должно произойти, чтобы столб электропередач заменили? Вы часто присылаете нам видео и фото столбов, которые по-хорошему давно пора бы отремонтировать, и они явно представляют угрозу для окружающих, но почему-то этого не делается. Вот почему решила выяснить Наталья Приходько. Вместе со специалистами она устроила ревизию нескольких опор. Трухлявый электрический столб уже несколько месяцев беспокоит жителей частного сектора на рабочем городке. А еще беспокоит то, что он вроде как считается нормальным. Ежедневно у него идут обрушения. Все это цепится, и посмотрите, вот с этой стороны... Так, давайте больше не будем. Он все больше и больше. Такое ощущение, что при сильном шторме и ветре он просто рухнет на дом. Мы даже не прилагаем никаких усилий. Вот видите, он рассыпается. Я писала заявление в гороэлектросети еще 24.08. На что был ответ, что все в порядке, столб исправлен. Находится в нормальном состоянии, не представляет угрозу падения. В следующий раз вы написали в октябре. Да. И они сказали, что все-таки вы ехали на обследование. Да. Но один из представителей гороэлектросети сказал, что... Мое начальство сказало, что ваш столб простоит еще пять лет. Я говорю, ну так пусть ваше начальство пришлет мне письмо. Как раз за вашей спиной в наклоне стоит. По словам жительницы этой улицы, таких проблемных столбов здесь не один. Посмотрите, какие трещины. Или пожар. Так пожар тут погорит не только мой дом, а погорят многие жители. И тогда кто квартиру нам даст? Или предоставит жилье? А впереди зима. Начальник тот самый, видимо. Наверное. Все-таки, Елена Васильевна, вы их достали. И они в ответе сообщают, что работы запланированы на ноябрь текущего года. Но уже 17 ноября. В программу «Большой город Лайф» периодически поступают видео и фото от хабаровчан, которых настораживают световые опоры. То они стоят покошенные, то буквально держатся на одной арматуре. Мы решили все-таки разобраться и узнать, кто и как следит за состоянием опор освещения. Они могут принадлежать разным инстанциям. Это может быть ДЭК, Горэлектросеть, Горсвет, Хабаровское трамвайное троллейбусное управление. Какие-нибудь частные организации. Но сегодня ЛИКБЕС нам проводит Горсвет. У нас как раз есть проблемная опора. Что с ней случилось? Как правило, они у нас металлические. За редким случаем немного осталось железобетонных, деревянных опор. Наше предприятие не эксплуатирует. В выходные было ДТП не зафиксировано. И принято решение ее поменять. Опора под градусом. Какой градус считается нормальным? Есть такое? Есть норматив, конечно. До 50 градусов считается нормальный наклон. До 5-10? 5-10 градусов, да. 5-10, не 50 градусов. Часто вы выезжаете именно после ДТП? В год в среднем где-то от 100 до 150 опор у нас по городу сносят результаты ДТП. Ага, то есть столбы перебегают в неположенном месте, да, перебегают дорогу, попадают под машины у нас опоры. Да, примерно так. Специалисты говорят, это не столб. Мы привыкли их так называть. Они уважительно называют опора. Как специалисты понимают, что еще опора может простоять? Если нет надрывов, если не лопнутая нигде опора, проверяется также состояние верхнего сварочного шва. Чистив краску, можно увидеть целостность сварочного шва. Если они бетонные или деревянные? Есть специальная диагностика, то есть берутся пробы, забуриваются, смотрится, насколько прогнила древесина. Вообще сообщение желательно делать в Единую диспетчерскую службу города, ЕДДС. Там уже сидят специалисты и более-менее имеют представление по заявкам граждан сориентироваться, какой организации перенаправить, скажем так, обращение. Ну, как-то таким образом. Переложили. Наталья Приходько, Виктор Казаров. Большой город Лайф.